мне пришло такое интересное пожелание записать о павле дуровой это тот человек который основал в контакте основатель и telegram то есть человек нестандартный кстати ему 34 года молодой человек и мне самому интересно разобрать феномен так как человековед и человеколюб тем более что он пишет об оздоровлении и так вот его статья не ел шесть дней чувствую себя отлично и вот он что рассказывает тут конечно есть такие слова которые мне не непонятны какие-то биохакинга и фастинг я человек русский языке и так по ходу статьи павла дурова я буду давать комментарии вот он что пишет кто из вас следит за моими публикациями знаю что я большой сторонник самоограничения хорошо самоограничение согласен эта вещь очень хорошая и требует большой самодисциплины это очень важно уже прошло 15 лет с тех пор как и отказался от алкоголя кофеина мясо таблет таких фастфуда ну хорошо то есть явные вредные вещи это алкоголь я бы не сказал что это кофеин в кофеин в больших дозах будет вредно действовать мясо и если будет мясо на мясе таблетки но таблетки ясно они не нужны fast food быстрое питание насколько я так понимаю есть очень хорошее заведение в которых и fast food может быть хороший но если действительно его за fast food сегодня завтра послезавтра то они хоро ничего хорошего из этого не выйдет в отношении здоровья это дало хорошие результаты я простудился только один раз за последние 15 лет обычно я просто не болею значит смотрите отказался запомним ему 34 года округлим 35 лет чтобы лучше считать отнимая 15 лет то есть этим делом он начал заниматься в 20 лет то есть на человек набрался какого-то ума информации и решил всем этим делом заняться и в течение значит вот этих 15 лет он обнаружил что это действует для него хорошо но как говорится то что для немца хорошо для русского может быть плохо запомним и это так год назад я добавил больше ограничений свой рацион ага убрал из него глютен 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 я его не часто употребляю это слово и поэтому сразу не могу собрать что такое молочные продукты и яйца и фруктозу я сделал это чтобы а для чего там сделал я сделал это чтобы добиться более высокой продуктивности и ясности мышления а также для тренировки силы воли и самодисциплины стоп вот теперь мы сделаем с вами остановочку я сделал это чтобы добиться более высокой продуктивности и ясности мышления позвольте павел дуров вы прекрасно мыслили в течение первых 20 лет у вас оригинальная особая склад мышления очень редкостный единичный так сказать штучный на на миллионы поэтому если вы что-то там исключили вот что-то я там перечислил это может добавить вам знаете вот как бы сказать процента 23 что вы скажете о да что то там такое если бы все исключили бы вот это что вы тут написали и также мыслили как вы создавали значит сеть вконтакте и телеграм то ясно было бы что этого действительно следует придерживаться а так как это было уже сделано и вконтакте и в телеграм уже будем говорить до того как вы начали там что-то ограничивать поэтому это на продуктивность и ясность мышления какой-то мизерный процент я согласен что да она что-то там будет как бы сказать улучшать но против того что вы имели и то что достигли это ерунда для обыкновенного человека который не может самостоятельно мыслить который не может самостоятельно действовать простое ограничение этих всех вещей без понятия для чего и и так далее ни к чему хорошему не приведет тренировка силы воли самодисциплины но будем говорить так как питание у нас такой основной может вот потребление нашего как сказать жизненного времени мы тратим на питание то где-то да ограничить себя это будет хорошо насчет питания еще одна техника которая используется для улучшения силы воли это плавание в ледяной воде вещь хорошая вещь хорошая но можно застудиться можно очень так сказать жестко застудиться и в начале в 34 года когда вот знаете когда человек вроде бы молодой и вроде бы что-то знает но он знает какую-то часть он не знает об индивидуальной конституции об ее особенностях то есть есть люди с индивидуальной конституции ветра маленькие в которых организм не держит воду у них преобладает в организме сухость и холод от этой ледяной воды им сделается еще хуже и будут будем говорить там проблемы с суставами для полных людей это более менее еще ничего она их подсушит и им это нравится то есть если конституция у вас такая как у павла дурова и плюс у вас настройка ума такая же вы можете это сделать и вам будет хорошо если у вас нету этого понимаете вы не поймете что это для чего это делать то в это не делать не будет а с другой стороны вы просто не понимая основы индивидуальной конституции вы можете застудить свой организм и потом очень долго и бесполезно лечиться потому что здесь надо будет выгонять болезнетворную энергию холода которая внедрится в ваш организм пока молодой пока сильный да это можно ну в швейцарии и финляндии у нас средняя полоса россии значит мы можем окунуться здесь у нас где-нибудь зимой и нормально поплавать а 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 по Субтитры сделал DimaTorzok Лёва! Это можно сделать. Скучные, но необходимые дела. Ну, в основном для того, чтобы решали скучные, но необходимые дела, должно быть стимуляция, должна быть мотивация для его решения, осознание, что он нужен. Вот как я делаю видео для Ютуба, я понимаю, что если я не сделаю заставку, последнюю вещь, которую в первую очередь вы увидите, в видео чем-то будет проигрывать. А когда там такие буквы нафиг, Павел Дурова и Геннадий Малахов, вы тогда как-то обратите внимание. А когда я просто там рассказываю, где-то написано, не обратите, но это надо сделать. В мае я ограничил еду только рыбой и морепродуктом. Если у вас есть ежедневный доступ к свежепойманной дикой рыбе, я определенно рекомендую эту диету для повышения продуктивности. Вы знаете, продуктивность, опять-таки, Павел, вы были продуктивны, когда сделали вот эти вещи, до того, как вы были голодны, до того, как вы были бедны, до того, как вы были неизвестны. Вот это было стимулом, и плюс работа вашего уникального ума, сделали это дело, понимаете? Вот это играло на продуктивность. Голодность. Когда человек голодный, но знает, как это сделать, вот тогда он продуктивен. А когда он тут... То есть, не в пойманной рыбе, не в морепродуктах. Это, конечно, будет, да, приятное дополнение к вашему, так сказать, здоровью, вот чистенькая рыба. Все это хорошо, свежепойманная, там, дикая. Все это, да, нормально. Но, что касается повышения продуктивности, как таковой, опять-таки, оно добавило к вашей какую-то мизер. И вообще, запомните такую вещь. Вот человек, он способен в своей жизни что-то большой какой-то проект осилить. Если он по-настоящему большой, по-настоящему серьезный, он может это осилить раз в жизни, максимум два. Ну, вообще, какой-то супер-дупер генер квадро-ультра-беста. Три, какие-то, три каких-то таких проекта супер. Вот, примерно, как вы там сделали ВКонтакте, сделали, значит, вы сейчас Телеграм там делаете. Это не повысит производительность. Если нету тяма, то, будем говорить, как не пинай свою голову. Она продуктивность в нужном направлении не выдаст. И это, и это показывает, вот она, наша жизнь. Единицы из миллионов вот так вот выстреливают. Потому что, я считаю, здесь и прошлые жизненные наработки в свое дело сыграли. Вот, которые уже обточили ум, обточили сознание этого человека, что оно стало оригинальным. Он в эту жизнь пришел, он глянул на нее и сказал себе, как и вы там сказали, да что, чтобы я ходил там, что-то там делал там, на кого-то там работал. Да нет, это не мое. Я буду работать на себя. Мне нравится вот это, вот это, вот это. Я могу это делать. Вот тогда-то другое дело. Рыба не повысит продуктивность у обыкновенных людей для того, чтобы быть Павлом Дуровым. Так, в отличие от фермерского мяса и продуктов сельского хозяйства, которые были введены на нашу пищу сравнительно недавно, но я так думаю, если это написали вы, Павел, примерно 15 тысяч лет назад, то, грубо говоря, фермерство стало только у нас, ну, наверное, лет пусть 200 назад. До этого оно не было, все было дикое. Раньше люди жили собирательством. То есть вот они пошли, что собрали, то и съели. И вот тут-то придерживалось все нормы, будем говорить, экологии. Тут съели, там сходили в туалет, ничего не сорили, ничего не это. Это плодовитость была определенная, жизнь сама отбирала наиболее таких сильных особей. Слабые не выживали. А когда началось вот это сельское хозяйство, поле, вот это, на котором, допустим, мог кормиться только один там человек, это поле стало кормить уже целую деревню. Остальным уже можно было ни хрена ничего не делать. Понимаете, к чему это привело? Плюс здесь сели, там продали, земля обеднилась. И то есть все эти беды начались вот именно с сельского хозяйства. Положительно, что сделалось сельское хозяйство и фермерское мясо. Это тем, что, грубо говоря, сейчас пара человек может кормить, ну, чуть ли не город. Маленький город может обеспечить и мясом, и хлебом, и всякое это. То есть здесь плюс в том, чтобы человечество выживало, развивалось. А минус в том, что все это расплодило вот такую современную жизнь, которую мы имеем, если мы так хотим объективно как-то к всему этому отнестись. Что сейчас делается? И фермерская продукция, и продукция сельского хозяйства, то есть мясная и растительная, для того, чтобы получить максимальные урожаи с минимальными затратами. Применяются разного рода вещи, которые хороши для сбора большого урожая. Но что касается здоровья потребителей, они не хороши. Увы, это продукты не для них. И тут, конечно, я согласен, что дикая рыба, конечно, будет лучше. Так, людям требовалось ежедневный источник воды, они должны были жить рядом с реками и озерами, поэтому такая диета имеет для меня гораздо больше смысла, чем веганство или сыроедение с точки зрения эволюции. С точки зрения эволюции и веганства, и сыроедения никакого смысла не имеют. Это отдельные особи, возомнив себе, что вот так, вот так, вот так, вот так лучше и так далее. Большинство же придерживаются кухни, которая здесь была, кухня наших предков. Потому что благодаря этой кухне наших предков они приспособились и выжили. А вот это вегетарианство и сыроедение, это уже такие вещи вычурнутые, неестественные. И их можно применять, как бы сказать, с какой-то там действительно лечебной целью, на какое-то время для того, чтобы что-то сбросить, что-то там облегчилось. Потому что, увы, люди переедают. Но постоянство вегетарианства и сыроедения, вы видели, что из них делается. Они становятся вот такие вот, ни на что не гожие. Редко вегетарианство и сыроедение, вот в том плане, в каком вкладывается смысл, что это очень здорово, это очень хорошо, бывает у тех людей, которые по своим особенностям индивидуальной конституции могут переваривать сырую пищу и усваивать ее, и могут также сидеть на вегетарианстве. То есть их организм позволяет это сделать. Интернет пестрит, будем говорить, этими всякими сообщениями, что люди пытаются перейти, якобы это все полезно и так далее, но не попробовали месяц, другой, третий, полгода и так далее. И чувствуют все это, ни их, ни организм не справляется. Для того, чтобы быть вегетарианцем и сыроедом, тут тоже надо настроиться на это дело, осознать, мотивировать себя. И многие-многие, плюс, чтобы ваш еще организм был мощный и мог переваривать пищу. У большинства слабое пищеварение. Поэтому эволюция вот прет она совсем по иному пути. Питание наших предков, как правило, это там мясное, растительное, пшеница. И вперед, вареное. В этом месяце я пробую еще что-то радикально. Радикально. Вот, знаете, радикальная это такая вещь, которую здоровье не любит. Здоровье любит, постоянство какое-то. Все это радикальное, это для него стресс, как говорил Ганс Илье. Вот, то есть потрясение, которое, напряжение, которое заставляет его работать и может сломать, в конце концов. Ага, полностью отказаться от пищи, более радикально. Я пью только воду в течение последних шести дней, чувствую себя прекрасно. Значит, до примерно недели, максимум, наверное, двух недель, если человек более-менее подготовленный и с определенной конституцией индивидуальной, на это я делаю особый упор. Незнание индивидуальной конституции и следование вот таким вот рекомендациям, оно просто вас сломает. Если вы по конституции похожи на Павла Дурова, на Порфирия Корнеевича Иванова, вы можете легко голодать, допустим, это вам будет хорошо. А если вы не похожи, я знаю, на передачу приходили к нам, молодые девочки говорили, что мы не ели там примерно в течение пяти-шести дней, и у нас начинались что? Голодные обмороки. И еще дня два-три, и их бы вообще не стало, их отвозили в больницу, потому что у них нету ни настройки, у них нету ничего, организм зашлакован и так далее, и так далее. То есть тут нужна особая подготовочка, и чувствую себя прекрасно. Да, подготовленный человек определенными конституционными данными будет это и настроем, будет так себя чувствовать. Согласен. Я сам голодал в 40 суток, вот я знаю, чтобы к этим 40 суткам подойти, я же готовил себя где-то лет 15, а не просто там с бухтой барахтой сразу. Так, поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления, а также хорошо поработал над продуктовыми задачами. Так, смотрите, ясность мышления. Я бы не сказал, что она улучшает ясность мышления. Опять-таки, это у людей, натренированных к голоду, может происходить. И опять-таки, я сошлюсь, Павел, вы мыслили до этого великолепно. И то, что вам вот это прибавит там голод или еще там что-то, ну какой-то процент прибавит. Да, вы это почувствуете. Но того чего-то улучшения, чтобы вы, грубо говоря, еще там создали десятка-два таких подобных проектов, как, допустим, там ВКонтакте, как там Телеграм или еще более грандиозных. Голод не сделает, как вы думаете. А у многих людей, они начнут только голодать без подготовки, сразу же идет интоксикация. То есть, обилие шлаков выделяется в круг. Они должны выводиться через дыхание, как-то там через поры кожи, через кишечник. Вот, тут определенные техники надо соблюдать. Дыхание, значит, гигиены, очищение там кишечника и прочее-прочее. Гулять там на свежем воздухе. И вместо того, чтобы, как бы сказать, получить ясность мышления, вы получите только головняк. Для того, чтобы себя нормально чувствовать, у вас не кружилась голова и так далее, от слабостей, от интоксикации, которая идет на голоде, вы только будете заниматься этими процедурами. Вам будет недотворчество. Фастинг. Ну, вот, вот, слово, ну, вот, знаете, вот, ну, я, ну, 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 я еще древний, ну, не знаю, что это такое вот фастинг, мастинг и так далее. Вот эти словечки все сыпят. Отличный способ очистить и прогрузить пищеварительную систему. А также дать иммунной системе возможность работать над другими задачами, помимо обработки постоянно поступающей пищи. Ага, это имеется в смысле голодания. Кстати, по голоданию я считаю, что я написал одну из самых лучших работ. Голодание в лечебных целях. Она у меня выставлена на сайте. Заходите на мой канал Малахов Геннадий, входите в библиотеку и читайте совершенно бесплатно мои книги. То есть я тоже вношу в лепту свою, в общемировое знание, будем говорить, и там его потихонечку собираю, отбираю. Будет давать, значит, и перезагрузить она в каком-то смысле, и очистит организм и так далее. Но у каждого человека этот процесс происходит по-разному. У очень редких людей, у очень редких людей, все как-то идет, знаете, хорошо, и он чувствует себя только вот на коне, будем говорить. А у большинства, а это большинству процентов 80, будет интоксикация, будет, будем говорить, слабость, будет еще что-то. Им не до каких-то там таких этих самых вещей, понимаете. Наши предки, охотники и собиратели регулярно сталкивались с отсутствием пищи в течение длительных периодов времени. Ага, вот это какие выводы делают. Наше тело не только элевакционировало, то есть развивалось для того, чтобы жить в таких условиях, но и ожидает от нас первого потребления, по крайней мере, один раз в год. Вот почему в большинстве религий существует пост, он полезен, необходим для тела, так и для ума. Ну, в целом можно согласиться, в целом можно согласиться. Почему? Потому что в настоящее время, из-за того, что вот эти фермеры современные, которые производят мясо для того, чтобы это мясо сохранялось долго, коровы не болели, свиньи не болели, вводят прививки, антибиотики, чтобы, значит, пшеница, это тоже долго сохранялось, там еще какие-то там делаются, ну, будем говорить, удобрения даются и пятое, десятое, третье, двадцатое, то есть с пищей поступает столько ненужного и вредного, что только здоровый организм может с этим более-менее как-то справляться. И поэтому, когда идет какая-то действительно разрузка, то есть пищевой поток прерывается или уменьшается, то поток выведения возрастает. В нас же входят два потока. Вот он, один поток идет в клетки пищевой, а из клеток идет поток отработанного. И все это встречается у нас где? Клетка в межклеточной жидкости, то есть в лимфатической системе. Вот уже в лимфатической системе и развиваются разные процессы. Далее они продолжаются, где лимфа у нас в контакте с кровью в кровеносной системе. Поэтому, если мы хотим очистить лимфатическую систему, если более-менее хотим очистить, значит, кровь, то поменьше употреблять, чтобы поток выведения не мешало. Представьте, два потока и кто какой пересилит. Если, значит, пищевой поток меньше, значит, выделительность становится больше и лучше работает. В тысячу раз некоторые вещества выходят лучше. Понимаете? Тут, будем говорить, по крайней мере, развод. Тут я согласен. Да, это полезно. Это полезно. И надо понимать, почему полезно. Не из-за того, что наши охотники и собиратели там периодически голодали, потому что ничего не поймали. А несколько по иным причинам. Современный человек, увы, живет в загрязненном мире. И ему суют, 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 суют в рот всякую дрянь в виде продуктов. И говорят, что это хорошо. А потом начинают лечить. Хо-хо-хо-хо. Так, очевидно, что в итоге я могу потерять некоторую мышечную массу. Но я верю, что если мне удастся придумать новые, отличные идеи для Телеграм во время поста, это будет полезно для всех миллионов пользователей Телеграм. Сделать жизнь наших пользователей более приятной. Эта цель была и будет моим приоритетом номер один. Ну, видите, опять-таки, мотивация. А это уже мотивация не для здоровья. Это мотивация совершенно для иных целей. Для здоровья, еще разок скажу, это стабильность, стабильность, умеренность и стабильность. Для каких-то таких вот вещей, для духовных, для того, чтобы, вот смотрите, действительно новый проект осуществить. То есть вы тогда, вот знаете, вот я понял такую для себя вещь. Я сейчас живу, чтобы все работало вокруг, на меня. Потому что я самая ценная частица вообще-то. Каждый из нас, как духовная, как дух, как личность, он самый ценный. И вот он пришел в этот мир для того, чтобы получить опыт. И он его получает в виде тех или иных событий и так далее. И меняется. Но когда, и жизненная энергия ему дается для этого. Но когда вы жизненную энергию начинаете на построительство коммунизма, на построительство социализма, на построительство рейха, на строительство телеграмма, на строительство своего канала, на строительство еще, вы уже становитесь как бы придатком к этому. Видите? Вы направляете энергию туда. Да, как-то это надо согласовать, работать, да, работа нам нужна, чтобы там кормиться в современном обществе, но не чрезмерно как-то вот такая мотивация, мышечную массу, ну мышечная масса должна быть, она, понимаете, определенная мышечная масса у каждого человека, ее трудно сдвинуть туда или сюда, но если она теряется, значит перевозбуждается жизненный принцип ветра, сухость и холод со всеми вытекающими последствиями. И мы как, мы вообще как кусок мяса созданы для того, чтобы это мясо работало, за счет этого кровь движется, будем говорить, за счет этого лимфа движется, за счет этого мы потратили энергию, нам хочется кушать, у нас по кишкам продвигается содержимое. Если этого мяса недостаточно, оно высыхает, значит начинаются для здоровья все вытекающие последствия, которые дальше не дадут нам сделать, развивать свой канал, сделать телеграм, еще как-то себя проявить. То есть здоровье это наша платформа, на которой мы можем нарастить и проявить себя вовне, показать людям. Если этого нету, то просто-напросто все наши благие намерения нам не удастся. Цель и приоритетом номер один должно быть разумное поддержание собственного здоровья и далее, чтобы это здоровье не мешало вам самовыражаться в той или иной области. Существенные ограничения в виде применяют и другие предприниматели, такие как глава Твиттер Джек Дорси. Твиттер, кстати я там вроде как зарегистрирован, выбрасываю свои видео туда в Твиттер, чтобы с Твиттера приходили ко мне на Ютуб. В апреле 2019 года он рассказывал, что есть только один раз в день и по выходным зачастую вообще не употребляет пищу. Запомните, вроде бы вот так хорошо, что-то там человек делает, и думает, ух нифига себе машина пашет. Вы смотрите, что делает. Ну он попашет, попашет, и потом сломается, и сломается довольно таки быстро. Почему? Когда человек ест один раз в день, у него происходит сгущение жидкостных след. А именно, в желчном пузыре желчь должна выделяться на завтрак, на обед, на ужин. А когда она не выделяется, она сгущается и постепенно превращается в конгломерат, и конгломерат превращается в камушки. Понимаете? У нас, согласно биоритмологии, у нас же есть, помимо того, что он говорил, мы там собиратели, охотники, эволюционировали и так далее, Павел Дуров говорил. У нас же наш организм был приспособлен с учетом биоритмов работать. И что работает, это заключается в том, что утром покушать, в обед покушать, и немножко там покушать вечерком, чтобы нормально заснуть. То есть это просто, когда у человека какие-то упертые и так далее, подвинутые на этом, они за счет своего здоровья начинают реализовать себя. Но это не есть хорошо, понимаете? И я вам объяснил, почему с точки зрения желчи вы можете заработать себе разного рода проблемы. А если тем более еще он есть на ночь, далее там пойдут и другие осложнения. Тело ночью остывает. Почему мы едим днем в полдень? Потому что огонь пищеварения самый мощный, самый лучший, и все переварится. Вечером наелись, легли спать, тело остыло, ферменты уже не такие активные. И что? У нас образуются шлаки и так далее. Организм не высыпается, там бурчит, мурчит. И ни о каком здоровье не может быть речи. И далее вы не можете реализовать себя в том или ином проекте. Зачастую не употребляют пищи. И опять-таки, какая у него индивидуальная конституция? Если у него вот такая вот индивидуальная конституция, огромная, знаете, слизистая, то для него это хорошо даже. Этот вот отсутствие питания подсушивает организм, он чувствует себя прекрасно. И голод прекрасно переносит. Если она у вас другая, вы загнетесь же в течение первого месяца. Итак, далее. Так он по вечерам чередует сауну с ледяной водой, а на работу ходит только пешком, это полтора часа пути. А я тоже ежедневно, я на пенсии хожу ежедневно пешком по часу. Я хожу для того, чтобы вот этот вот кусочек мяса, который представляет мое тело, чтобы он омылся, чтобы он проработался, чтобы он все это на вибрациях побыл, чтобы вот эти межпозвоночные диски поработали, чтобы протрусился мой кишечник, чтобы он нормально работал. Для этого я хожу. Это самое лучшее естественное упражнение. Здесь он прекрасно прав. Что касается, значит, сауны с ледяной водой, смотря сколько, некоторые подумают, ледяная вода, это, знаете, грубо говоря, залезь, и там час торчишь, и в сосульку превратился. Значит, сауна, и тоже некоторые думают, а минут 10 просидит. В сауне сидят максимум 3, ну 5 минут. Оказывается, это то, что полезно для здоровья. Ледяная вода, это ты влез и вылез, она тебя обожгла холодом. Вот. И все. То есть для того, чтобы разобраться в собственном здоровье, я вам рекомендую заходить на мой канал на Ютубе, Малахов Геннадий, и там я все это дело разбираю, чтобы вы могли создать и собственную систему оздоровления, собственную, а не чью-то другую. Запомните, мы все разные. У нас разное мышление, у нас разная духовность, у нас разные интеллектуальные возможности и знания. У нас все различное. Так что прошу на мой канал. Я все сказал. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!